В силу моей деятельности я много путешествую, проповедую. Часто люди подходят ко мне и задают, особенно начинающие, преданные, задают такие вопросы, на которые я не могу сходу ответить. Я вот подготовил даже небольшой список таких вопросов, и хочу вас попросить помочь мне с этим разобраться, мне и нашим телезрителям. И первый вопрос пишет мне мой слушатель, говорит, что недавно он обнаружил, что есть какой-то истинный искон. То есть есть истинный искон, настоящий искон, который следует за Шилы Прабхупады. Есть люди, которые отклонились от того, что говорит Шилы Прабхупада, хотя и называют себя искон. И вот интересно, что одни говорят, что они истинный искон, и другие говорят, что они истинный искон. И вот непонятно, что же такое искон вообще, в принципе, вот мне интересно, что такое искон, и как понять, я нахожусь в искон, или кто-то находится в искон, или не находится. И если вдруг я не в искон, то как мне быть в искон? Вопрос, что такое искон, он достаточно прост и в то же самое время сложен. То есть можно быть в искон организационно. Это простой вопрос. Быть в искон согласно Шиле Прабхупаде, это принимать авторитет, во-первых, его самого, его книг, которые оставлены именно как книги законов, как сам Шилы Прабхупадный говорил, ссылаясь на священное писание на 10 тысяч лет. Кроме того, Шилы Прабхупада создал достаточно рано, в конце 60-х и начале 70-х годов, GBC. Это руководящий орган, который он в течение всего этого времени формировал и создавал, воспитывая его преданных, преданных, участвующих в работе этого органа, настолько, что постепенно к концу своего пребывания в этом мире Шилы Прабхупада перенес фактически на их плечи административное управление искон, хотя оставлял за собой последнее слово о многих вопросах. И согласно его завещанию, именно GBC, или управляющий совет искон, является главным руководящим органом. Надо сказать, что Шилы Прабхупада в этом очень традиционен, хотя многие его духовные братья не могли понять указания их духовного учителя Шилы Бхакистанта Сарасвати Такура о том, что их движение Гаудимат должно также было находиться под руководством такого же органа, руководящего совета, но они не смогли это соотнести с традиционной практикой, когда есть один гуру, есть один очарь, один руководитель. И поэтому, как сам Шилы Прабхупада говорил, из-за того, что они не принимали руководящие роли GBC, созданные их духовным учителем Шилы Бхакистанта Сарасвати Такуром, миссия Гаудимат распалась. Шилы Прабхупада просил своих учеников не повторять ошибки Гаудимат и руководствоваться наставлениями и коллективной мудростью самых старших преданных нашего движения, объединенных в этот руководящий орган, который состоит сейчас примерно из 35 ващналов. Поэтому с точки зрения организационной все просто. Это первое – принимать наставления Шилы Прабхупады, второе – это принимать руководящую роль этого органа, Совета GBC, что также вытекает непосредственно из наставления Прабхупада. Однажды к Шиле Прабхупаде пришли ученики, которые не были довольны тем, что они теперь должны руководствоваться наставлением своих духовных братьев, с которыми они ходили в одинашем, с которыми они ели просад рядом, с соседних, на соседних сиденьях. И они пришли к нему и сказали Прабхупада, мы не хотим слушаться их, мы хотим слушаться вас, мы хотим исследовать им, хотим исследовать вам. И Шиле Прабхупада сказал, хорошо, если вы хотите следовать мне и слушаться меня, тогда я вам говорю, слушайтесь их. Таким образом, он замкнул свой авторитет на авторитет GBC и вложил его в этот коллективный орган. Поэтому с административной точки зрения все просто. Не так просто ответить на этот вопрос, что значит быть в Искон по-настоящему, духовно, внутри, включенным быть в него. И Шиле Прабхупада отводил разным преданным разные роли или разной степени вовлеченности в движение. Разумеется, первую роль, главную роль в этом, не то, что главную роль, но некий эталон того, что значит быть по-настоящему в миссии, в Искон отводил самым старшим своим ученикам, людям, которые приняли формальный обет, отречение от мира с Аниаси. И Брахмачаре, людям, которые по цикламу из остатка посвятили себя своему этому движению. И он хотел, чтобы именно эти лидеры демонстрировали на собственном примере, что это значит быть по-настоящему в сознании Кришны. Я думаю, что некоторые из ваших вопросов будут посвящены также этому. А чтобы быть как бы с ними. Он хотел, чтобы были в нашем движении лидеры, которые демонстрировали бы на собственном примере эталон знания наставления Шилы Прабхупады, эталон их практического применения в повседневной жизни, эталон самоотверженности в проповеди, эталон во взаимоотношениях друг с другом также. И далеко не все они обязательно являются формальными административными лидерами, но пока в нашем движении есть такие люди, оно живет. И оно будет, такие люди будут наполнять содержанием административную структуру, которая также необходима. Я могу сказать о себе, я в этом движении нахожусь уже с 91-го года, 28 с лишним лет. И, разумеется, мое отношение к этому движению, в котором я нахожусь, тоже менялось. Я видел много разных трудностей и проблем в этом движении, но то, что меня оставляют в нем, и то, что я считаю основанием говорить про себя, что я в искон, это то, что в этом обществе есть преданные, которыми я хочу служить, которыми я хочу, за которыми я хочу следовать, и на которых я хочу стать похожим, в конце концов. Пока эти люди, олицетворяющие для меня успех в духовной жизни здесь есть, то я следую им и желаю стать таким же, как он, остаюсь в искон. Из этого следует также принятие руководства, принятие правил, которые Шилл Пвупа оставил для этого движения. Вот что для меня значит быть в искон. Что касается настоящего и ненастоящего искон, истинного и неистинного, опять же, между ними этот раздел провести одновременно и просто, и сложно. Как правило, все такие заявления и все такие самостоятельные, настоящие искон, их возникало много уже на протяжении 50-летней истории нашего движения, еще пришли по упадению возникали. Было это движение за одним харизматичным лидером, мы не будем называть его по имени, но оно как бы было искон в искон. Его ученики, он был в свое время популярным гуру, эзотериком до этой соединения к движению, и у него было большое количество, большое количество последователей, они все пришли с ней вместе в искон, все получили посвящение, но всегда держались его. И фактически они все так с ним вместе ушли после того, как ушел из этого мира Шрива Прабхупада. Поэтому это не первое и не последнее заявление такого рода, что мы сейчас построим свой истинный настоящий искон. Но как мне понравился мудрый ответ Бхакти Парушотта Махараджа, ученика Джайпатаки с вами, который комментируя такого рода высказывания, сказал, что время все расставит по местам. И мы видим, как это происходит, как иногда появляются, может быть, очень харизматичные или очень умелые с организационной точки зрения лидеры, которые, казалось бы, строже следуют, чем кто-то, лучше понимают, чем кто-то. Но мы видим, как постепенно противопоставляя себя движению Шрива Прабхупады, они засыхают так же, как засыхают ветви, некоторые ветви Господа Читании. Это аналогия, которая приводит к, конечно, с Каверож Гасами в Читании Чиритамрите, что некоторые ветви Господа Читании, как бы они отсохли, потому что они не были связаны со столом. У Адварит Ачарьи было шесть сыновей, трое из которых были ващномы, трое были асарами, что означает «бесполезные». И мы видим, что, может быть, они считали себя настоящими ващномы последователями Господа Читания, но сам Господь Читания себя так и так не считал. И поэтому последователи, которые принадлежали к этим ветвым деревам Господа Читания, в конце концов превратились в аппасам Прадай. Поэтому с административной точки зрения здесь тоже все ясно. Но с духовной мы также знаем на протяжении достаточно богатой истории нашего движения, как иногда преданные, отходя формально от неких административных институтов нашего движения, сохранялись в своем сердце верность его духу, верность Шили Прабхупаде, и в надлежащий срок они возвращались обратно. За примерами далеко ходить не нужно. Раданас Махараш, который какое-то время считался формально внеисконс, всей его большой общиной, в Чаупате, в Бомбее, в других местах, но которые в начале 90-х годов приняли решение вернуться обратно в искон, и мы видим, как они сейчас являются одной из самых живетворящих струй движения. Поэтому давайте не будем однозначно объявлять, поспешно объявлять каких-то вайшнауфа, называющих себя истинным искон, над чипенцами, какими-то еретиками и сектантами. Надо сохранить то, что называется на английском языке benefit of doubt, означает дать им как бы шанс на то, чтобы они проявили себя как настоящие последователи, неотъемлемым качеством которого будет желание сотрудничать с той миссией, которая стала Шила Прабхупада. Поэтому снова возвращаемся к административному, духовному руководству, воплощенному Шилу Прабхупаду и в образе GBC. А можно вот если... Ну потому что вот эта вот идея, давайте посмотрим по плодам, да, она хорошая, но жизнь-то короткая. И если я вот, знаете, всю жизнь буду наблюдать, какие плоды там, какие плоды здесь, ну, у меня может не хватить нескольких жизней, чтобы разобраться. Может быть, есть какие-то четкие критерии, да, по которым я могу себе понять, для себя понять, что вот эти люди, да, они больше в искон, а эти вот непонятно. Вот какие вот, давайте, три таких критерия, которые помогут мне вот, ну, четко понять, что это искон, а это нет. Я не буду предлагать эти критерии, как абсолютные критерии, понимаю, насколько... Для вас. Насколько значимыми, насколько судьбоносными для некоторых наших слушателей эти критерии могут оказаться, если только чем-нибудь ошибусь, например. Упс, извините. Но для меня первое, это верность Шриле Прабхупаде, без сомнения. Это его принятие, его наставлений целиком, потому что иногда мы слышим и видим определенных замечательных искренних вайшнавов, которые подходят к Шриле Прабхупаде, к его наставлениям весьма избирательно, избирательно. То есть, например, они подчеркивают те наставления Шриле Прабхупады, в которые он призывает громить каких-нибудь отщепенцев или отклоненцев, или как их там еще называют, еретиков, при этом забывая о том, как Шриле Прабхупада сам вел себя, когда он имел дело с отклонениями в своем собственном движении, как он исчерпывал все возможные инструменты, чтобы оставить человека в движении, исправить его, сохранить его и не отпускать его далеко. Это первое. Поэтому первое, это верность Шриле Прабхупаде в его наставлениях целиком, не просто выборочно, не, скажем, выбирая для себя какого-то сурового Шриле Прабхупаду, отставляя в сторону милосердного. Или наоборот, так же. Не надо пытаться подражать Шриле Прабхупаде в его милосердии, забывая о том, что он был не бескомпромиссный строк по отношению к определенным принципам, на которых основывается наше движение. Поэтому первое, это вот это. Второе, вытекающее с первого, это призывы Шриле Прабхупады постоянно к сотрудничеству. Он говорит об этом в комментариях на четвертой песне Шима Бабхупады, он же говорит об этом в своих лекциях и в последних наставлениях своим ученикам о том, что ваша любовь проявится ко мне, ко мне проявится в том, как вы сможете сотрудничать с друг с другом. И сотрудничество – это такая штука, которая подразумевает отказ от неких своих, кажущихся совершенно непреложными убеждений. Готовность принять, хотя бы теоретически, что другие люди могут быть чуть более правы, чем я, и что они могут любить Прабхупада не меньше, чем я. И служить ему искренне не меньше, чем я желать. И поэтому я должен попытаться понять, как они служат Шима Бабхупаде, и как они удовлетворяют его, чтобы посмотреть на их служение, на их роль в искон. Глазами Шима Бабхупада они своими собственными, которыми могут отличаться второе сотрудничество. Но третье – это необходимая вещь, это индивидуальная духовная практика. Преданные должны быть примером той простой, но очень эффективной духовной практики, которую Шима Бабхупада оставил нам. Четыре регулирующие принципа и 16 кругов, кажутся простой формулой, но если преданный, пользуясь тем авансом и той, как бы сказать, той скидкой, которую Шима Бабхупада выторговал для нас, Господа Кришны, Господа Читани, на эти простые принципы преданного служения, если он или она действует строго этим принципам, Бабхупада, добавляя к ним, говорят, к ним, говорят, подниматься рано утром, и в некоторых местах, во многих местах, на самом деле, с их наставлениях, в письмах и в лекциях он говорит, что пока вы не поднимаетесь рано утром, не повторяете 16 кругов, как правило, рано утром, то ни о каком духовном развитии не может идти речи. Поэтому строгость к себе в духовной жизни, принятие наставления Шима Бабхупада от и до и готовность к сотрудничеству. Эти три критерия я бы определил как основные. Я вижу очень много вайшнавов, в том числе и старших лидеров движения, которые именно так строят свою жизнь. Они очень строгие, требовательные к себе, очень снисходительные к другим и готовы всегда дать им этот самый benefit of doubt, готовы дать им возможность исправить или проявить себя и которые готовы жертвовать своими какими-то интересами радио сотрудничества. Шилниранжана Махараш, за примерами далеко ходить не нужно. И я вижу, как же, поскольку я регулярно участвую на собраниях GBC уже последние 20 лет, я вижу, в качестве наблюдателя, я вижу, как вот эти вайшнавы, которых иногда коллективно называют этими GBC, как каждый из них по отдельности являет такой пример. Как все самые непримиримые споры примеряются, когда преданные выясняют таки, чего хотел от нас Шилопопада, когда это останется ясным всем, все это принимают и готовы переступить через свои собственные убеждения по этому вопросу ради единства. И я вижу, так же, как они общаются за пределами комнат, после жарких дебатов они остаются лучшими друзьями. Вот это пример для меня, это пример зрелых вайшнау, по крайней мере, Мады и Матхикари, которые являются настоящими проповедниками, настоящими учениками. Спасибо, спасибо очень важно.